Детское радио представляет Сегодня мы идем в гости Свой дом испанцы называют каша Но есть также слово Огар Оно значит не просто дом А дом теплый и уютный Домашний очаг Горожане, как правило, живут в квартире Она называется пишо Некоторые счастливчики имеют свой собственный дом С садом По-испански он называется чалей А сад – хардин И квартиру и отдельный дом можно назвать одним словом Каша Вот мой дом Скажет вам испанец, показывая, где он живет Ну что, войдем в подъезд? Первым делом мы попадаем в вестибюль Порталь Где обычно сидит консьерж По-испански – портеро Он отвечает за данный подъезд И знает о жильцах не просто все А часто больше, чем того желали бы сами жильцы Почему он такой любопытный? Причин подобной осведомленности две Во-первых, фантастическая слышимость В жилых домах в Испании А также природная любознательность Всех испанцев без исключения Ну что ж, здороваемся с консьержем Муй буэн аж Буэнос диас Буэнос диас Синьор портеро Муй бен Идем дальше В современных зданиях есть лифт Аштеншор Кстати, не забывайте о правилах приличия Если вы входите в лифт не один Нужно поздороваться Улыбнуться И обязательно Стать лицом к спутнику То есть опускать глаза Стараться смотреть в сторону Или поворачиваться спиной Не принято И даже может обидеть вашего попутчика В старинных домах Например, в центре города Часто лифтов нет вовсе И тогда придется Подниматься по лестнице пешком Лестница Эскалера Не расстраивайтесь Такие дома невысокие А ходить пешком полезно для здоровья И даже интересно Потому что в старых домах Лестница деревянная Но не всегда Не всегда Кстати, учтите Что номер этажа в Испании Не совпадает с русским Например Наш второй этаж У них будет обозначен цифрой 1 Третий цифрой 2 Ну и так далее Происходит это потому Что на первом этаже Он называется План Таваха Нижний этаж Как правило, никто не живет Обычно тут находятся магазины Рестораны и учреждения Так что первый этаж Не имеет номера Он называется просто Нижний Бахо И в лифте обозначен Латинской буквой Б На лестничной площадке По-испански Рейяно Расположено Несколько квартир Которые Нумеруются совсем не так Как мы привыкли в России А как они Нумеруются? Ну смотрите На каждом этаже Вы увидите двери Дверь по-испански Пуэрта На ней будет Или номер 1, 2, 3 1, 2, 3 Или буква А, Б, С Или просто надпись Левая Искердо Правая Деречо Центральная Централь То есть сквозной нумерации Когда каждая квартира Имеет свой номер Как у нас У них нет Нет Вот почему так важно Не ошибиться этажом Дома в Испании В том числе многоэтажные Очень часто имеют Внутренний дворик По-испански Он называется Патйо В нем протекает жизнь Соседи по дому Сосед по-испански Бэфино А можно во двориках гулять? Если это большой дворик Патйо То да В нем можно гулять Между прочим Именно в таких двориках Патйо В конце 15 века Родился испанский театр Вы знаете, как это получилось? Ну, видимо, там кто-то выступал Да В то время В 15 веке В Испании Еще не существовало Специальных зданий Для театральных представлений Поэтому их устраивали Во дворе Патйо Представьте себе Все соседи Занимали места На балконах Или галереях А зрители Из других домов Просто стояли внизу Перед самодельной сценой Вот так Просто по-соседски Началась история Великого испанского театра А сейчас мы послушаем песню С детства Знакомую каждому испанцу Она называется «Ел Патю де Микаса» Дворик моего дома «Патю де Микаса» «Г Nestу может Поговорим по-испански Приветствую тех, кто недавно присоединился к нашему занятию Напомню, что в студии Алексей Володя И я, Анастасия Сегодня мы говорим о том, что такое дом для испанцев И к чему надо быть готовым, если в Испанию вас приглашают в гости Перед песней мы успели войти в подъезд, порталь Подняться на лифте, аштеншор На нужный нам этаж, планта И нашли квартиру, пишу Нажимаем кнопку звонка, тимбре Теперь можно входить Первое, куда мы попадаем, это прихожая По-испански, ресибидор Здесь мы увидим вешалку для одежды, перчеро Зеркало, эшпехо И шкафчик для обуви, сапатеро Вы догадались, от какого испанского слова происходит сапатеро? Сапато А что оно значит? Туфли Правильно Из прихожей проходим в гостиную Испанцы называют ее сала или салон Гостиная часто совмещена со столовой комедор Здесь испанцы проводят большую часть своего времени Это самое просторное, светлое и уютное помещение в доме Тут и отдыхают, и встречают гостей Здесь стоит большой стол Мы знаем уже это слово Месса Правильно Несколько стульев Стулья – это сияс Да Диван, шофа и удобное кресло Сийонез Напротив дивана – телевизор, телевизор и музыкальный центр Экипо де мушика Следующая важная часть испанского дома – кухня Косина Здесь испанцы завтракают и полничают Из мебели на кухне обычно стоит стол Опять месса Шкафчики, армарьёс и различные электроботовые приборы Электродоместикос Холодильник, небера или фригорифико Стиральная машина Лавадора Посудомойка Лаваплатош И плита Косина Плита называется так же, как и кухня Да, косина – это и плита, и кухня А ведь испанцы, насколько я знаю, любят хорошо поесть Сказать, что испанцы любят хорошо поесть, значит ничего не сказать Еда для испанца – особый ритуал Кухня этой страны чрезвычайно разнообразна и вкусна В каждом регионе, а их девятнадцать, есть свое особое блюдо И мы обязательно посвятим этой теме отдельную передачу А сейчас я скажу только, что обед для испанца – это святое Вот совершенно удивительный факт Испанец старается обедать дома даже в рабочую неделю На время обеденного перерыва с двух до четырех дня В маленьких городах закрываются все магазины, магазинчики, банки, аптеки Жизнь замирает – все уходят домой обедать Ну да, это же сиеста И вот еще один важный штрих к портрету Любой испанец относится к процессу принятия пищи с особым трепетом Ни один уважающий себя человек, даже если он очень голоден Не будет стоя у плиты ковырять вилкой в сковороде остатки вчерашнего ужина Он накроет в гостиной стол с катертью – мантель Сервирует его по всем правилам хорошего тона Салфеткой – шервиета Столовыми приборами – кубьертош Нарежет хлеба – пан Поставит графин с водой – агуа И будет с чувством, толком и расстановкой наслаждаться моментом Даже если он один Да, в этом случае компания для испанца не главная Ну что ж, пройдемте в следующие комнаты Кстати, в Испании количество комнат в квартире определяется количеством спален – dormitorio Гостиная или столовая в счет не идут То есть наша трехкомнатная квартира по-испански будет называться Piso de dos dormitorios – квартира с двумя спальнями В спальне – dormitorio Стоит, как это водится, кровать Будильник – despertador Книга – libro Или стакан воды – basso de agua Стоят на небольшом прикроватном столике Или тумбочке – messilla Одежду хранят в шкафу – armario И комоде – comoda В комнате школьника перед окном – bentana Также может стоять письменный стол – escritorio С выдвижными ящиками – cojones А на нем лампа – lampara И компьютер – ordinador Слишком много вещей у школьника Но они все очень полезные Какие еще помещения есть в этой квартире? В ванных комнат – cuarto de baño Может быть несколько Одна у спальни взрослых, другая около детской В ванной комнате находится или ванна – банера Или душ – ducha И туалет – bater Висит зеркало – espejo И полотенце – туалья А какое же у испанцев самое любимое место в доме? Это терраса По-испански она так и называется – terraza Это не балкон и не лоджия По площади она может быть довольно большой, как комната Конечно, не всем достается такая роскошь В основном терраса находится на верхних этажах На террасе завтракают, ужинают, отдыхают, читают, спят, загорают Встречаются с друзьями Весной, летом, осенью, когда погода в Испании особенно хороша Терраса становится главным местом в доме Вот интересно, а как бы вы использовали террасу? Смотря в какое время года Летом я бы там загорал, бегал, играл бы в мяч А зимой? Зимой бы почти не пользовался Зимой там тоже тепло, я бы развел сад на террасе и пригласил бы гостей А, кстати, часто ли испанцы ходят в гости друг к другу? Нет, в гости испанцы ходят не так уж часто Они предпочитают встречаться с друзьями и отмечать праздники в кафе, ресторане, устраивать пикники на природе Не принято, например, проходя мимо дома, где живут даже очень близкие знакомые Нагрянуть к ним в гости на чай Но если вас все-таки пригласили, то знайте Это знак особого расположения Когда вы переступите порог, то услышите И об этом, а точнее об ожидании милого сердцу гостя, будет наша следующая песня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поговорим по-испански Мой бель! Приветствую тех, кто присоединился к нашему занятию Напоминаю, в студии Алексей Буэнос диас, сеньорес Володя Ола, амигос И я, Анастасия Сегодня мы приглашены в гости Мы уже познакомились с расположениями комнат в испанском доме И узнали о некоторых обычаях и привычках его обитателей Настало время поговорить по-испански Какие фразы нам понадобятся на этот раз? Во-первых, приглашение войти Паша-паша Проходи Гость может быть немного смущен Его можно приободрить словами Эста шинту каша Будь как дома А потом можно показывать дом Эста шмикаша Это мой дом Эста шла Эта гостиная Эста шла кусина Эта кухня Эста шла терраса Эта терраса А гость, в свою очередь, показывает, что ему дом нравится Ке бонитто Как красиво Ке моно Как мило Ке моровилья Какое чудо Хорошо подтвердить свою заинтересованность вопросом И эшто Кэш? А здесь что? Когда комнаты осмотрены, можно спросить, не хочет ли гость что-нибудь выпить или перекусить Кереста моральго Принимаем это предложение словами Si, muchas gracias Если вы хотите прохладительный напиток Un refresco, por favor Если воды Agua, por favor Ну что, поговорим? Vamos a practicar Кто любит ходить в гости? Ya Тогда я буду хозяином Ну что, тогда начинайте Володя, звони в звонок Sí Hola, Володя Que tal? Muy bien, gracias Y tú? Muy bien, gracias Esta es mi casa Pasa, pasa, por favor Gracias Esta es la sala Que bonito Esta es la cocina Que mono Y esto Que es? Esta es la terraza Que maravilla Vолодя ¿Quieres tomar algo? Una fresco, por favor Venga Estás en tu casa Genial Ну что ж, мне кажется, вы хорошо освоили новый материал И не растерялись Браво Ну а что дальше делать, если за стол еще не садить? А дальше, в ожидании того, что вас пригласят за стол словами Nos sentamos a la mesa Можно предложить во что-нибудь сыграть Вот, например, есть такая игра под названием Alto Lápiz Это игра в слова Для нее требуется всего лишь лист бумаги и карандаш Он и называется Lápiz Цель игры Назвать слова на заданную букву И так, чтобы эти слова ни у кого из играющих не повторялись Я сейчас объясню Вот, смотрите Перед началом игры все выбирают темы С которыми должны быть связаны называемые слова Например, cosa Неодушевленный предмет Nombre Имя Parte de la casa Часть дома Mueble Мебель И, например, prenda Предмет одежды Один из игроков перечисляет про себя букву алфавита A, B, C, D и так далее В какой-то момент ему говорят Basta Стоп И он называет букву, на которой остановился Например, ese И все записывают на эту букву по одному слову Который подходит под заданные темы Cosa Nombre Parte de la casa Mueble И prenda В нашем случае это может быть Неодушевленный предмет Servietta Салфетка Sacapuntas Точилка Имя Sancho Часть дома Sala Или салон Гостиная Предмет мебели Silja Стул Siljon Кресло Софа Диван А одежда Sombrero Шляпа Тот, кто первый заполнил ряд слов Говорит Alto Lápiz По-русски мы говорим в этом случае Стоп игра Ну а дословно испанская фраза Значит что-то вроде Карандаши по швам А в некоторых компаниях говорят Arriba los bolis То есть ручки вверх Потому что Arriba это вверх А bolis это Boligrafos Шариковые ручки После этой фразы Все откладывают карандаши, ручки И называют свои слова Если слова совпадают То в зависимости от количества игроков У которых это слово совпало За него дают Пять очков Или три Cinco O tres puntos Если слово уникально То есть не совпало Со словами других игроков То за него дают Десять очков Дес puntos Понятно? Да Давайте сыграем А заодно повторим Уже пройденные слова Давайте Итак, я говорю алфавит Я начинаю А Баста П Вы должны подумать И записать по одному слову Которое подходит К темам Коша Неодушевленный предмет Тот, кто первым Закончит свой ряд Говорит Я готов Называй Коша Неодушевленный предмет Пуэрта Дверь Номбре Имя Педро Отлично Парте Дэлла Каса Часть дома Патьо Внутренний двор Отлично Муэбле Мебель Эрчэро Вешалка Хорошо И последнее Пренда Дэбестир Одежда Панталонез Брюки Отлично А можно мне сказать Да Посмотрим, что получилось у Алексея Коша Писарра Это классная доска Засчитано Номбре Имя Паула Отлично Парте Браво Вы отлично Усвоили новый материал И не растерялись Шойш Унош Кампионеш Ни одно слово Не повторилось Ну что, самое время отдохнуть И собраться силами Перед викториной Следующая песня Тоже игра в слова Припев у нее такой Бео Бео Я вижу Ке беш Что ты видишь Уна кошита Одну вещь И ке кошита Какую Эмпьеса Кон ла А Она начинается На букву А Ке шера Что это? Угадай Аура, чика Веня Ке беш Уна кошита И ке кошита Эмпьеса Ке она Ке она Ке сера Ке сера Ке сера Алипат Но, но, но Эсо Но, но, но Эсо Но, но, но Эсо Но, 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 но Но, но, но Эсо Но, но, но Эсо Алипсис Сначала мы сыграем В Бео Бео Я говорю Бео Бео Ке беш Уна кошита Ке кошита Эс Эмпьеса Кон ла эме Эн эшпанёль Эн рушо Ке шера Это слово Это слово начинается на звук М И в испанском И в русском языке Муэбле Мебель Но Я подскажу Это слово иностранное В русском языке Поэтому оно И в русском И в испанском Начинается на одну букву Микрофоно Микрофоно Правильно Это микрофон Конечно Уно А серо Второй вопрос Представьте Мы в Испании Перед нами Обычный Трёхэтажный дом На каждом этаже Три квартиры В каждой квартире Живёт По одной семье Вопрос Кто первым Сможет посчитать И сказать По-испански Сколько семей Живёт в доме Я думаю Что Сьете Фамилиас Шесть семей Ответ Правильный Только отчасти Потому что Сьете Это не шесть Потому что Шесть Это не сьета А сейс Правильный ответ Шесть А почему Шесть семей? А потому что На первом этаже Никто не живёт Правильно Мы немного Запутались С числительными Поэтому счёт Один-один Общий счёт Два-один Дос Ауно Последний Решающий вопрос Как называется По-испански Человек Который ходит По потолку? Лунатик? Нет Так Я думал Муха Но муха не человек Не человек Кто ходит По твоему потолку? И кого ты слышишь? Чьи шаги Ты слышишь На потолке? Сосед Бефино Конечно, сосед Ну что же Сегодня ничья Эмпаты Два-два Дос Адос Наше занятие Подошло к концу Но прежде чем Попрощаться Давайте вспомним Чему мы сегодня Научились И вместе повторим Новые фразы и слова Дом по-испански Дом по-испански Каса Дом по-испански Обозначен Лестничная площадка Стук Дом по-испански Дом по-испански Дом по-испански Столовые приборы Душа Туалет Ватер Полотенце Туалет Терраса Терраса На сегодня все Adios, amigos Hasta luego Hasta la próxima И muchas gracias